Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Олег Соловкин и в эфире проект интервью дня. С 24 по 30 августа в нашем городе пройдет первый фестиваль современного искусства Фраерфест. Это уникальный социально-культурный проект для региона, представляющий произведения искусства, созданные известными художниками из Украины и зарубежья. Отмечу, на фестивале каждый найдет для себя занятие по вкусу, ведь программа разделена на экспозиции и специальные проекты, включая образовательные и дискуссионные. А вот остальные подробности прямо сейчас мы выясним у художника и сокуратора Международного фестиваля современного искусства Фраерфест Романа Громова. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Роман! Итак, меньше двух дней остается до открытия фестиваля Фраерфест. Сама программа обещает быть насыщенной, на ней мы обязательно по ходу остановимся. Ну а пока, как идет подготовка к мероприятию и съезжаются ли уже участники и гости? Участники начнут съезжаться с завтрашнего дня. Да, а уже есть львовский куратор Станислав Силантьев, он привез, собственно, очень-очень сильный проект 89-го года, львовский транс-авангард Мирослава Ягоды. Проект нигде никогда не показывался, это очень эксклюзивно просто. Если кто-то разбирается в искусстве, я так скажу, Жан-Мишель Баски стоял бы на коленях и плакал перед этим львовским транс-авангардистом и говорил «Папа, спасибо, что ты есть!» Да, то есть там абстрактная, очень мощная живопись, которую надо посмотреть. Слушайте, ну а, собственно, почему название «Фраерфест»? Ну, изначально мы очень долго думали над названием и пришли к тому, что такой фестиваль достоин названия в честь Теофила Борисовича Фраермана, культового одесского художника, который, собственно, ну, который Оскар должен получить за все, что он сделал для Одессы, для одесской культуры и искусства. Ну, и еще, собственно, один из тезисов, который мы закрепляли в названии – «Фраерфест» как человек свободный, который выпячивает себя, который хочет показать всем, какой он есть. В принципе, это и есть художник особенно современного искусства. То есть художник через… Должен быть человеком свободным. Да, естественно. И он через свое искусство выпячивает себя. Таким был, ну, допустим, Сальвадор, Дали, Пабло Пикассо. Таким был, ну, если говорить о современных, Дэмиан Хёррс, Джефф Кунс. Они чистые фраера, вот такие, от мира современного искусства. Вот. Ну, вот из этих тезисов мы сложили «Фраерфест». Плюс фраер с идиша значит свободный. Свобода для любого человека и для художника в том числе – это святое. А как зародилась идея проведения такого мероприятия? Почему вы решили проводить именно в Одессе? И какие главные цели преследуете, организовывая фестиваль? Ну, в Одессе, так как это наш, мой город, в котором я живу, вырос и буду жить дальше. Вот. Ну, собственно, я упустил вопрос. Как зародилась идея? А, идея зародилась. Ну, во-первых, подобный фестиваль последний раз в Одессе проходил в начале 90-х. Когда, собственно, в Одессе был фонд Сороса, который поддерживал местную культурную среду. Но это была его большая программа по всей Восточной Европе, в столицах фонды Соросов развивали культуру и среду художественную. Но Одесса – единственный город, который не был столицей, но тоже вошел в Соросский список. Вот. И за счет средств, которые Сорос выделял, собственно, был фестиваль «Свободная зона», где в Одессе были показаны все самые яркие на тот момент художники современного искусства Украины, ближнего зарубежья, тогда еще России. Ну, то есть, это был первый и последний, грубо говоря. Ну, это одна из причин. Плюс, естественно, я с моими коллегами, мы преследуем очень важную цель – это, естественно, образование, культурное образование нашего зрителя, одесситов, потому что Одесса зовется культурной столицей, но от культурной здесь все меньше и меньше и меньше остается. Вот. И мы хотим, чтобы Одесса по достоинству считалась культурной столицей, и такой фестиваль, ну, в каждом городе, уважаемом себя в Европе, в мире, такой фестиваль занимает одну из высоких позиций, потому что на него съезжается очень много людей, светил разных, ну, и, собственно, тогда Одесса становится на культурную карту мира. На такие фестивали приезжают, ну, допустим, как на Артбазель, там съезжаются шейхи покупать искусство, смотреть. Мы вот хотим, чтобы Одесса вновь заиграла на культурной карте мира. Другими словами, хотите продемонстрировать художественный уровень региона? Конечно. А вот лично вы как оцениваете уровень региональных художников и в чем это заключается? Ну, у нас есть много очень мощных авторов, которые, к сожалению, одесситы, почему, ну, в меру того, что одесситы вообще мало ходят по музеям, выставкам, галереям. Кстати, думаете, как думаете, почему это связано? С чем это связано? Опять же, с низким уровнем потребностей, потому что, ну, как бы человек образованный, человек, который уважает себя как личность, ему мало есть, ну, грубо говоря, кушать и одеваться, там, ходить на фестивали, там, еды и одежды, да, надо что-то больше. Но в любом случае больше это визуальная культура, это визуальное искусство, это, ну, все, что касается, вообще, все, кино тоже, кинофестиваль, это тоже сюда входит. То есть мы ничем не уступаем кинофестивалю по развитию, интересности, формату, то есть это такое же мероприятие, сильное, которое Одесса обязана проводить, обязана. Но, тем не менее, художественный уровень региона достаточно высок. Да, у нас есть очень мощные, Александр Анатольевич Ройбурт, собственно, звезда, Анатолий Ганькевич, у нас есть… Нам есть с кем гордиться. Нам есть с кем гордиться, художники, чьи работы, которые, собственно, участвуют у нас в фестивале, чьи работы, ну, я не буду говорить о ценах, уровень, и находятся в коллекциях мировых музеев, там, Мома, Митрополитен в Нью-Йорке, ну, то есть серьезный, очень серьезный уровень этих художников, которых, к сожалению, мало кто знает у себя в городе. Их знают везде, но они и у нас в Одессе. Парадокс, на самом деле. Да, это уникально. А вот как много произведений искусства мы сможем увидеть в эти дни, и в каких стилях и направлениях выполнена работа? Ну, мы постарались наполнить программу максимально насыщенную, все, на что нас хватило, наших сил, энергии. Вот, мы собрали искусство со всех городов почти Украины современное, да, еще у нас будет там Соттердама, Парижа, Берлина. Из музеев и частных коллекций, да? Нет, в основном из музеев и частных коллекций это будет выставка Теофила Фраермана, собственно, с учениками. Впервые за 60 лет эта выставка будет показана в Музее современного искусства, и, собственно, это и будет, это покажет отличие того современного искусства и современного искусства 21 века, то есть начало 20-го и 21-го века. Мы специально сделали, постарались сделать так, чтобы зритель смог взвесить и понять отличия, почему так, а тогда было так, тогда картинки такие были, а сейчас 5 на 6, ну, и сюжеты поменялись, ну, то есть зрителю будет о чем поразмышлять, что посмотреть. Около 150 работ. Это много. Около 70 участников, ну, то есть мы постарались максимально сделать все, что в наших силах на тот бюджет, который у нас был. Вот, мы, собственно, сделали такую яркую программу, плюс пригласили куча лекторов, которые будут рассказывать, что же есть современное искусство, зачем оно надо, почему надо центры современного искусства, центры современной культуры, такие как, там, в Париже центр Пампиду, в Мадриде Прада, что они делают, что они могут посредством таких музеев, что может получить город. А город может получить просто поток туристов на протяжении всего года, не только сезона, всего года. Потому что если мы привезем сюда, допустим, если у нас будет место, в которое мы сможем привезти выставку, я не знаю, там, всего импрессионизма, среза мирового импрессионизма, то вся Украина будет просто стоять очередью, чтобы посмотреть всех Мане, Тулузра трека. Ну, то есть это... Я знаю, что на фестивале работы отбирали лично вы, это правда, да? Я, да, конечно, естественно, я куратор, и, естественно, я отбираю работу. Так в каких направлениях в итоге? Видео-арт, инсталляции, фото, живопись, спрей-арт, это граффити, только в пространстве, внутри пространства. Мультимедийное искусство, диджитал-арт. Ну, то есть мы постарались... Эти работы можно будет приобрести или нет? Ну, вообще, фестивальный формат, он не... Подразумевает, да? Подразумевает, да, продажу работы, это больше репрезентация, это больше такая просветительская репрезентация. Да, но если сильно кто-то захочет, естественно, мы можем связаться с художником и после фестиваля вести какие-то переговоры. Ну, все же живые люди. Давайте чуть подробнее остановимся на программе фестиваля «Всех 7 дней», да? Вот что еще интересного готовить? Ну, если с самого начала, то в 24-го в 5 часов главное открытие фестиваля в Музее современного искусства Одессы – это «Белинского 5». Так. На следующий день, 25-го, два открытия. Это вот специальный выставочный павильон, который мы превратили из заброшенного большого пространства на чай-развесочной фабрике, на Троицкой 10-дроп-1. Мы полторы тысячи квадратных метров превратили в центр современного искусства, да. Весь полностью покрасили, убрали, повесили, все сделали. То есть это некий квест будет такой, надо будет зайти во двор, подняться на большом грузовом лифте на четвертый этаж, распахнуться двери, и вы заходите просто в другой мир. Вот. Это будет 25-го в час дня открывается этот проект, и в 7 часов вечера буквально через дорожку, 5 метров, там, 10 метров пройти, в галерее современного искусства Худпрома на Жуковского откроется выставка «Таисий Галаган», 3D-живопись, двойные портреты. Вы только будете заходить на выставку, вам выдаются 3D-очки. Так. И, собственно, через них вы смотрите выставку, потому что все холсты сделаны с эффектом 3D, это не принты, это именно живопись. В одной, открываете один глаз, вы видите абстракцию, закрываете, и эта абстракция превращается в лицо Пабло Пикассо. Да, здорово. Ну, то есть это очень хитро, да, сделано, супер качество, техника безумная. Вот, и мы такое тоже покажем. То есть это, я считаю, в Одессе я вот на своей памяти не видел такого за последних много лет. У меня к вам вот такой вопрос. Вот я, на самом деле, его уже задавал в этой студии, но ваше мнение нам тоже интересно. Фестиваль-то современного искусства, да? В чем отличие современного искусства от классического? И насколько все-таки различие? Ну, различие огромное. Это целая пропасть, потому что, ну, все-таки академизм подразумевает под собой законы, правила, ну, то есть теорию, базу огромную. А современное искусство – это, ну, больше концептуальные вещи, вещи, которые… Тебе не обязательно быть художником, чтобы, ну, с образованием, чтобы делать произведения современного искусства, потому что это искусство больше, чтобы думать, читать, размышлять, чтобы… Оно эффектное, монументальное. Оно, ну, ну, то есть есть много разных направлений, то есть там и китч, и поп-арт больше, такое массовое какое-то, то есть яркое, пестрое. Есть очень сухое, трудное, концептуальное искусство, где, допустим, лежит, стоит стакан с водой, для нас это просто стакан с водой, а там еще идет вот такой текст, где описывается, что этот стакан с водой на самом деле – это наша планета, под которой там… Ну, то есть целый контекст. Ну, как вы считаете, вот современное искусство вытесняет классическое или нет? Смотря где. Смотря где, допустим, в Украине нет, потому что у нас, как бы, и того, и того мало. И зрителю трудно сравнить. Если мы говорим о Европе, конечно, там легко. Ты идешь в любой городской музей, там, в Вене, допустим, у них представлены, в одном музее представлены и современное суперискусство, современная фотография, фотография начала века, живопись начала века и сегодняшнего дня, чтобы зритель мог сам, то есть, понимать, что есть, как это было, какие трансформации происходят. Вот, у нас это довольно сложно сделать, потому что не так много всего привозят в Одессу. В принципе, в Украину, только в Киеве в основном вся бурлит жизнь, там, Пельчук, Арцентр, Мистецкий Арсенал. Вот, все-таки есть много галерей, которые что-то привозят у нас. Конечно, с этим намного сложнее. В этом году фестиваль «Фраерфест» будет первым по счету. Планируете ли вы его делать ежегодным? Ну, это больше мечта, наверное. А, конечно, планируем, потому что смысла делать один раз вообще нет. Такое надо ставить на поток, ну, и делать таким массовым, культурно-массовым мероприятием, который будет, может, даже стоять на балансе города. Слушайте, это же, наверное, затратно. Кто помогает вам в этом? Это очень затратно. Помогают нам, ну, как таковых спонсоров, да, но с этим сложно в Одессе, потому что многие чиновники, обеспеченные люди не очень понимают, что это такое, что это за формат. Я иногда удивляюсь, такое ощущение, что они не ездят нигде, сидят как бы в закрытых домах, квартирах, ничего не смотрят. Потому что такого очень много везде, это там, за границей, везде очень много такого. И средства непосредственно, кто-то нам из знакомых помогает, кто-то из друзей, непосредственно те локации, которые у нас принимают участие, они на себя взяли затраты на ту часть программы, которую мы им предоставили. Плюс нам очень помогли и помог музей современного искусства. Семен Борисович Кантер, директор его, всячески помогает нам. Но, опять же, это условная помощь. Мы из того, что мы задумали, мы делаем сейчас, я не знаю, 40-50%. У нас на самом деле программа была грандиозная, колоссальная, но она стоила не огромных вложений, но вложений. И на что хватило? Собственно, мы делаем 7-дневный фестиваль, но так уж мало. И супернасыщенная программа. Вход будет платным? Вход бесплатный. Бесплатный. Вход бесплатный, потому что мы дарим городу первый международный фестиваль современного искусства, Одесский. Мы дарим городу, зрителю, чтобы он понял, в принципе, что это такое, что за формат. Ну, в таком случае и я вам дарю 20 секунд, для того, чтобы вы прямо на эту камеру сейчас пригласили всех на грядущее мероприятие. Дорогие одесситы, приглашаю вас посетить первый международный Одесский фестиваль современного искусства Firefest, который состоится уже в эту среду в 5 часов дня на улице Белинского, опять музей современного искусства Одессы. Всех ждем. Вход бесплатный. Будет очень интересно. Я вам обещаю просто. Еще вам дадим венца немного, чтобы искусство лучше смотрелось. Вот. Приглашаем вас всех. Приходите с детьми, с кем угодно. Вам очень понравится. Два раза по 20 секунд я вам подарил. Благодарю вас за эту беседу. Успешного открытия. Спасибо. Ну и планы пусть реализовываются всегда на 100%. Огромное спасибо. Художника и суккуратора Международного фестиваля современного искусства Firefest Роман Громов сегодня был гостем нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин